Общественное российское телевидение представляет. 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 кризиса вокруг Ирака. И более того, удары, которые были по Ираку нанесены, показали, что были правы те, в том числе Россия, кто говорил еще перед ударами, что применение силы не приблизит нас к разоружению Ирака. Но тем не менее, спецкомиссия в значительной степени дискредитирована. И в этом смысле механизм ООН не может уже, может быть, даже и что-либо изменить. Или как? Я с вами согласен в том, что спецкомиссия не может более заниматься той деятельностью, которой она занималась, без радикальной реформы этой спецкомиссии, без замены ее председателя, который подписал провокационный доклад, послуживший предлогом для ударов. Однако все согласны с тем, что какой-то механизм необходим для того, чтобы мониторинг за невозобновлением в Ираке производства оружия массового уничтожения осуществлялся. И такой механизм можно сделать на профессиональной основе. Спецкомиссия не является единственным органом, где сосредоточена разоруженческая экспертиза по ракетам, по химии, по биологии и так далее. То есть новый какой-то орган, о котором сейчас у вас, видимо, идут дискуссии там в Нью-Йорке, он не будет бороться с режимом Саддама Хусейна, а будет заниматься режимом соблюдения санкций, если так огрубить ваш тезис? Это, может быть, не обязательно, это будет новый орган. В частности, МАГАТЭ уже и сейчас занимается ядерной программой Ирака. Есть недавно созданная... Это спецорганизация ООН, да, МАГАТЭ? МАГАТЭ, да, это международное агентство по атомной энергетике. И оно, это агентство, все эти годы отвечало за ядерное разоружение Ирака. Более того, оно уже представило доклад, что разоружение Ирака в том, что касается ядерного оружия, завершено, и можно спокойно переходить на так называемый долгосрочный мониторинг, призванный просто наблюдать за теми объектами, где могут производиться товары, так сказать, где может производиться продукция двойного назначения, с тем, чтобы она не была использована в военных целях. И задача по остальным разоруженческим досье, по ракетному, по химическому, по биологическому состоит в том, чтобы также перейти на постоянный мониторинг. И этим заниматься может не только спецкомиссия, но, вот я упомянул, недавно созданная и эффективно работающая организация по запрещению химического оружия, например, может взять на себя функции мониторинга в химической области. И никакие резолюции Совета Безопасности не предусматривали борьбы ООН с режимом Саддама Хусейна, и поэтому те идеи, которые в рамках спецкомиссии возникали помимо ее мандата, и которые использовались для того, чтобы пытаться подорвать режим Саддама Хусейна, они противозаконны, и они не могут быть одобрены в ООН, и я думаю, что выводы, которые из этого генеральный секретарь сделает, будут самыми серьезными. Да, я просто огрубил немножко ваш тезис, начитался, вот, видимо, Вашингтон-Пост, там как раз про это очень много говорилось. Скажите, а сам Совет Безопасности, он в эти достаточно тревожные дни, он как-то больше работает? Вот как вчерашний день, сейчас утро в Нью-Йорке, вот что, чем занимался Совет Безопасности в этой связи? Вчера, вот чем занимался Совет Безопасности в этой связи? Вчера мы в этой связи, в связи с Ираком, у нас было сугубо неофициальное обсуждение на неофициальной встрече с генеральным секретарем, и мы обменивались мнениями о том, как преодолеть нынешний тупик, куда нас загнали, в общем-то, и военные удары, и провокационные деятельности спецкомиссии. И общее согласие пока еще не вырисовывается, но практически все выступают за то, чтобы генеральный секретарь, именно генеральный секретарь, а не спецкомиссия и никто-то иной, проанализировал ситуацию и подготовил свои соображения для Совета Безопасности. Такой вывод может показаться несколько банальным и простоватым, но в условиях, когда позиции в Совете Безопасности весьма полярны, необходимо, конечно, какое-то время для того, чтобы спокойно разобраться в ситуации, и здесь услуги генерального секретаря могут сыграть, как и в прошлом, неоценимую роль. Но это был лишь один из вопросов, которым вчера занимался Совет Безопасности, потому что мы также занимались военным переворотом в Сьерра-Леоне и необходимостью расследовать инциденты, когда в Анголе были сбиты два ООН-овских самолета, в том числе с россиянами. Так что у нас, к сожалению, кризисов больше, чем один иракский. Да, я понимаю. Хочу вам показать одну видеозапись, может, в какой-то степени она прокомментирует ваши слова о тупике. Речь идет ведь не только об Ираке, эту видеозапись мы сделали два года назад в Ливии. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Вот, собственно, Ливия. Это же не Ирак, но все очень похоже. Это, видимо, касается многих стран на Ближнем Востоке. Просто они стараются, может быть, выражать свою точку зрения не так агрессивно, как Хусейн. Вы знаете, мне трудно комментировать, потому что я картинку не видел. А, вы не видели, там просто сжигают американский флаг. Вшел толпы. Извините, там просто сжигают американский флаг. Достаточно такая традиционная картинка с площади какого-нибудь ближневосточного города. Например, в Ливии мы показали, это то же самое происходит в Ираке. В этом смысле кризис шире. Кризис, безусловно, шире. И, конечно же, нельзя не учитывать то, что он имеет последствия для усилий по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, да и для ближневосточного мирного процесса. Кстати, о том, что удары по Ираку будут иметь негативные последствия в региональном плане, мы также предупреждали американцев и англичан, когда они еще только планировали эти удары. Так что здесь ничего удивительного нет. И, повторяю, все это необходимо учитывать, когда мы будем вырабатывать какие-то решения о том, как выбираться из ситуации, в которой мы все оказались. При этом хочу подчеркнуть, что реакция Арабской улицы во многом естественная, она во многом искренна. И реакция арабских лидеров и лидеров многих других стран о необходимости принять какие-то решения, которые прекратили бы режим санкций, но обеспечили бы одновременно надежный мониторинг за невозобновлением программ оружия и массового уничтожения в Ираке, она отражает, по-моему, ту мудрость, которая житейская и которая в данном случае совпадает с политической. С вами на связи Сажива Малатова. Она прилетела в Багдад 16 декабря, буквально за день до бомбардировок первых, по приглашению Тарика Азиза. Но вот не успела с ним даже, по-моему, встретиться. Начались эти бомбардировки. Добрый вечер. Добрый вечер. Как это происходило? Вообще можно было по городу передвигаться? Судя по картинкам, которые тогда были из Багдада, это в общем не так все выглядело, как, например, Вторая мировая война все-таки. Ну, я не за день прилетела до бомбардировки. Я там находилась два дня, пока бомбили. И бомбы на меня тоже падали. Дело в том, что передвигаться люди все равно передвигались. Но ночью, когда 12.50, 16-го числа американцы покрыли небо иракское, Багдада вернее, своими бомбардировщиками, 400 бомбардировщиков, 40 авиаракетоносцев, и начали бросать бомбы на мирных жителей, это, конечно, было страшно. Главное, без объявления войны, без предупреждения начали убивать людей, ни в чем не повинных. И самое интересное, никакие военные объекты они там не бомбили, а бомбили самые прекрасные архитектурные памятники. А Багдад сейчас разрушен, да? Да, что? Багдад разрушен, да? Да нет, Багдад не так разрушен. Но дело в том, что они брали самые красивые объекты, жилые массивы. А вы имеете в виду сами дворцы Хусейна, которые, собственно... Да нет, дворцы Хусейна далеко находятся от Багдада. Также кварталы жилые, это же жилые кварталы, даже не дворцы Саддама Хусейна. Также больницы, также фабрики, заводы. Они уничтожали связь, телевидение, мосты. Как они это варварски делали, когда в 1991 году они это начали делать? Это просто я не знаю. Сегодня Соединенные Штаты Америки превратились в империю смерти, а империя смерти должна быть уничтожена. Скажите, Саша. Соединенные Штаты Америки не только угрожают Ираку, они угрожают всему миру. Сегодня, получив то, что они сегодня могут доминирующее положение занимать в мире, пользуясь тем, что развалили Советский Союз, руководство... Я прошу прощения, вынужден вас прервать, поскольку, все-таки, мне кажется, что имеет смысл тратить время на то, чтобы решать проблему. Да. Как я понимаю, Сергей Викторович, к вам вопрос. Вы профессионально занимаетесь дипломатией. Хусейн готов иметь дело с Россией, не готов иметь дело с американцами, да? Ну, это, наверное, упрощенно. Я думаю, что иракское руководство будет готово сотрудничать с ООН, но на новых условиях, которые будут признавать то, что уже сделано Ираком, и не будут закрывать глаза на пройденный Ираком путь. Ну, Россия Хусейна, так сказать, ну, нельзя сказать, что поддерживает. Вот так, как говорила, например, госпожа Малатова. Вы знаете, мы поддерживаем международное право, и в этом смысле мы за то, чтобы резолюции Совета Безопасности выполнялись как Ираком, а он для этого должен завершить процесс уничтожения всего, что связано с производством оружия и массового уничтожения. Но эти резолюции должны выполняться и Совет Безопасности, в свою очередь, должен снять санкции и должен выполнить свои обязательства по этим резолюциям. А в чем обязательства Совета Безопасности, которые он должен выполнить? Они заключаются в том, что когда разоруженческая часть работы закончится, и когда мы все перейдем на мониторинг за невозобновлением производства оружия и массового уничтожения, Совет Безопасности должен отменить нефтяное эмбарго, которое было введено против Ирака. Однако МАГАТЭ уже закончила разоружение Ирака в ядерной области, но Совет Безопасности в течение целого года не смог этого признать из-за оппозиции Соединенных Штатов и Великобритании. А как вы считаете, насколько серьезны угрозы Ирака вообще выйти из режима ООН, то есть перестать признавать вообще деятельность ООН? Я не могу судить о серьезности этих заявлений, но я могу только сказать, что по нашему убеждению это будет ошибкой, и как раз бороться с незаконными методами, которые против Ирака применялись, необходимо на основе международного права, на основе резолюции. Точно так же, как и бороться за выполнение резолюции Совета Безопасности Ираком, нельзя, нарушая общепринятые правила, как это происходило в случае со спецкомиссией, которая явно сыграла провокационную роль. С нами на связи в Багдаде один из сотрудников аппарата Хусейна, его личный переводчик доктор Аббас. Скажите, насколько вы считаете, что Ирак может перестать быть членом ООН, или вообще выйти из режима международного сообщества, скажем так? Алло? А вы не слышите меня тоже, да? Что-то сегодня у нас плохо. Слушаю, слушаю. Насколько реально, что Ирак перестанет быть членом ООН, доктор Аббас? Ну, Ирак является настоящим членом ООН, и он один из основателей этой организации. А не признание резолюции ООН, насколько это серьезно? Понимаете, поставят Ирак в таком безвыходном положении, что ожидает мировое сообщество от такого безвыходного положения. Они бомбили Багдад и по всему Ираку. Я комментирую, я слышал, сейчас же у Малатова говорили, они бомбили по всему Ираку, от юга до села. А сейчас бомбят, вот сейчас что в Багдаде? Ну, в Багдаде сейчас так, сейчас тихо, спокойно, сравнительно. Ну, потому что угрозы исходят по сей день от Соединенных Штатов Америки и от Великобритании. Недавно премьер-министр Великобритании, находясь в Кувейте, тоже выступил с угрозами против нашей страны. Поэтому никто не говорит о тех угрозах, с которыми выступают американские и британские ответственные лица. Спасибо. Господа Малатова, скажите, а Дума, вот она, занимаясь вопросом по Ираку, какие-то предложения вносит с тем, чтобы разрешить эту ситуацию? Александр Михайлович, это вам надо вопрос задать Думе. Вы же там советником работаете. Нет, я никогда не работала в Думе несоветником и вообще не была ни разу в Думе с тех пор, как последняя Дума избралась. Но мне хотелось бы, вы, как всегда, меня лишаете, приглашаете и лишаете что-то говорить. Время мне не даете. Дело в том, что сегодня, вот сейчас, Сергей Викторович полностью подтвердил, что Организация Объединенных Наций уже как авторитетный орган перестал быть и быть авторитетом сегодня на мировой арене и особенно перед Соединенными Штатами Америки. И поэтому я думаю, что сегодня, если бы Организация Объединенных Наций собрались бы и приняли бы санкцию против США, это было бы намного правильнее, чем они сегодня держат Ирак в санкции. Ни в чем не повинны. Спасибо за Вашу точку зрения. Сергей Викторович, у нас очень мало времени. Последний вопрос. Что сейчас Вы будете предлагать от России для того, чтобы дальше все-таки разрешить этот конфликт с Ираком и выйти на какой-то более спокойный режим взаимоотношений с этим государством? Я думаю, что другого пути, кроме снятия санкций, в обмен на восстановление системы мониторинга за разоруженческими программами нет. Кстати, эта система уже во многом была создана и значительная часть была разрушена ударами, американскими и английскими. Так что здесь было противоречие даже в той логике, которую эти две страны преследовали. Они говорили, что необходимо сохранить возможности ООН наблюдать за тем, что происходит в Ираке, а их удары разрушили некоторые объекты, на которых эта система действовала. Чтобы такой результат достичь, снятия санкций и восстановление мониторинга, конечно, нужен консенсус, потому что право вето, как Вы знаете, оно остается и у США, и у Великобритании, как и у России, и у Китая, и у Франции. Но нужен консенсус, и мы убеждены, что роль генерального секретаря здесь может быть решающей. Я понял Вас. Спасибо, Нью-Йорк, спасибо, Багдад, спасибо, Москва. Думаю, что сейчас в Ираке решается не только судьба Хусейна или Ближневосточной нефти. По сути, речь идет о всей системе разрешения международных конфликтов, которая строилась после Второй мировой войны. Будет ли в 21 веке в международном сообществе все решать, сила или компромисс? Об этом идет речь здесь и сейчас. Телекомпания «ВИД» по заказу ОРТ «ВИД» по заказу ОРТ